У нас сегодня в гостях очень вечерний собеседник, я бы сказала, культовый персонаж, которого хорошо знают в Киеве, в Украине многие поколения художников, артистов, журналистов. Это известный искусствовед, куратор, журналист Константин Дорошенко. Один из десяти ведущих арт-критиков Украины 2000-х по версии журнала «Арт-Юхрейн». Его первое место работы – Музей истории города Киева. В 2001-м в качестве главного редактора запускает киевский журнал «Афиша». Параллельно организовывает выставку Александра Ройтбурда «Распятый Будда». Он основатель кураторской группы «Хазария» и арт-объединения «Клиника Дорошенко-Грищенко». Сегодня ведет три авторские программы на Радио Вести. Константин Дорошенко. В гостях у Натальи Влащенко. В программе «Люди». Хард-дог. Здравствуй, Костя. Привет, добрый вечер. Добрый вечер. Костя, я очень подробно слежу. Во-первых, я тебя поздравляю с новым проектом, с эфирами на Радио Вести. Это даже с новым амплуа, можно сказать. Потому что я никогда не работал на радио. Все, что ты делаешь, это всегда интересно. И я должна сказать, что вот этот проект у тебя тоже удается. Я слушаю с огромным интересом твой эфир, когда у меня есть такая возможность. И вот с нашей последней встречи утекло уже много воды. Сейчас вот мы встретились с тобой, когда ты уже делаешь программу свою «Коль Дорошенко» и некоторые другие проекты. А вот страна-то изменилась за это время, за эти месяцы. Казалось бы, не виделись полгода. Вообще мы живем в другом обществе, в другом мире и в другом культурном контексте. Все поменялось. Поменялся журналистский рынок. Очень много обвинений, агрессии по адресу друг друга. Я знаю, что у концерна «Вести» не очень хорошая репутация в среде противоположного лагеря. Очень много разговоров о 112-м канале. Ты вообще как к таким вещам относишься? Ну, понимаешь, я ничего не могу тебе сказать по поводу концерна «Вести», потому что я работаю конкретно на радио «Вести». Это совершенно отдельная редакция, и она меня не только устраивает, она меня радует на самом деле. Потому что много ярких и интересных людей. От тех людей, которые являются продюсерами, редакторами, до тех людей, которые просто ведут эфиры. Потому что там даже наблюдать и слушать таких ребят, как Василиса Фролова, или Ксения Туркова, или Сакена Имурзаева, это просто приятно. Просто действительно интересно быть рядом с мыслящими профессионалами. Ну и скажу тебе, что что касается радио «Вести», то нам каждый день приходится прислушиваться к огромному количеству претензий со всех сторон. С одной стороны, нам звонят и обвиняют в том, что мы рука Москвы. С другой стороны, нам звонят и говорят, что мы занимаемся бандеровской пропагандой. И мне кажется, что это, собственно, и есть на сегодняшний день показатель профессионализма. Потому что если бы было совершенно четко понятно, какую линию мы ведем, это тогда действительно было бы пропагандой. Это, в общем-то, довольно новый вообще формат для Украины – разговорное радио. Потому что наше радио, я до этого случая, по сути, более-менее интересовался только радио «Эра». Да. Потому что все остальное, к сожалению, в украинских медиа радио развивалось в каком-то очень примитивном варианте. Либо какие-то шуточки-прибауточки, либо музычка. На самом деле… Ну, особенно везде была музычка, кроме радио «Эра». Да. А дело в том, что, допустим, в России, где и вообще-то больше понимают, что такое информационное пространство, как с ним работать, там существует несколько конкурирующих радио как раз в разговорном формате. И радио ведь – это, наверное, единственная медиа, которая, ну, одно из самых архаичных. И, с другой стороны, ему совершенно не грозит никакая девальвация. Потому что, если говорят о том, что интернет может победить телевидение, интернет может победить прессу, интернет не может никогда конкурировать с радио. Потому что радио, во-первых, очень индивидуально воздействует на человека, непосредственно тебе в уши оно вещает. И, во-вторых, оно от тебя совершенно не отгорожено ничем. Даже интернет – это экран, с которым ты взаимодействуешь. Радио ты можешь слушать когда угодно. Когда ты ведешь машину, когда ты моешь посуду, когда ты там даже, я не знаю, всему… А я тебе хочу задать дурацкий вопрос, это в обратной связи. У меня вот сколько раз я была в радиоэфирах, меня довольно часто приглашают. У меня такое сложилось ощущение, что в радиоэфиры звонят одни сумасшедшие. Но, по счастью, в мои эфиры не звонят. Хотя это один из принципов радиоэфира, что там постоянные интерактивы, постоянно звонят. Ну, там специфическая аудитория достаточно, которая… Очень разная, очень разная аудитория. Но я просто сразу сказал, что я человек нервный, и, в общем-то, по сути, мизантропы. И мне довольно сложно выдержать даже собственных собеседников в программе. А если мне еще будут звонить, то просто меня придется уволить, потому что, ну, обценная лексика присутствовать будет обязательно. Поэтому я не принимаю звонков в эфире. Слушай, а вот я знаю, что для тебя новый опыт, может быть, не новый, но по роду своей деятельности ты полжизни общался с людьми, там, богемными, да, там, с художниками, с журналистами, с писателями. А тут у тебя, как бы, частыми гостями бывают политики. Ты вообще, вот, у тебя твое ощущение эмоциональное от этого общения? Вот что в сухом остатке остается? Ты знаешь, я стараюсь... Часто ли хочется в морду дать? По счастью, как раз вот в своих программах на Радио Вести я сам выбираю себе гостей и общаюсь только с теми, с кем я хочу и с кем мне интересно. И мне в данном случае больше интересно, конечно, как историку определенные персоны, такие, как, допустим, Леонид Кравчук или Евгений Марчук. Или, допустим, если мы говорим вот об Анне Герман, то она мне интересна как раз с точки зрения творческих каких-то реализаций. А, если честно, политики украинские, вообще так называемые политики, я даже не назвал бы их политиками, я просто не считаю их политиками, это какие-то непонятные, ну, по сути, это определенного рода бизнес, такой, знаешь, как тебе сказать, предприниматели они скорее, чем политики. И они меня... Ну, это какой-то стыдный бизнес. Они меня абсолютно не интересуют. Это же не то, что ты там производишь веники и торгуешь, честно, вениками, и они хорошие, и они приносят людям пользу. Это какой-то неприличный бизнес. Ты понимаешь, само понятие политики, оно во многом деградировало, и об этом дискуссии среди европейских интеллектуалов были еще в конце 80-х годов. В свое время, допустим, одна из самых старых школ европейской политики, это школа французская. И вот когда стало понятно, что Миттеран уже не может быть президентом, на смену ему приходит Жак Ширак, французские интеллектуалы говорили, что это беда, это трагедия, потому что это смерть политики. Потому что настоящая политика – это люди убежденные, это люди идей, это люди, которые являются прекрасными ораторами, это люди, которые в самом деле искренне верят в ту идеологию тех партий, которые они представляли. Жак Ширак был человеком уже другого поколения, тоже называется профессиональный политик, грубо говоря, менеджер, грубо говоря, управленец. И вот этот перелом, если вспомним последние в самом деле яркие политики, которые говорили об идеях, это вот люди того поколения. Миттеран, Тэтчер, Рейган, Горбачев, как бы мы ни относились к ними, то были времена борьбы идей. Они, к сожалению, на сегодняшний день закончились. Пришло время менеджмента или бизнеса, который называется политикой. Но беда в том, что наши украинские политики в большинстве своем оказались не только людьми, которые не способны производить идеи или смыслы, они оказались и менеджерами очень слабыми. То есть они все развалили. То есть все, что было, даже то, что вот те недостроя, которые им был вручен, там Ющенко, например, они все подобили, там спецслужбы, армию, бизнес, все как бы развалили. То есть они нам вручили обломки. Причем признавать этого они совершенно не хотят, по-моему, сегодня. Когда сегодня мы смотрим на наших политиков, в том числе на тех людей, которые сейчас баллотируются в мэры, в президенты, которые уже делят какие-то посты в кабинете министров, они производят впечатление людей невероятно отставших от жизни, отставших от уже нынешних наших реалий. Мне кажется, что люди простые, ну, в общем-то, мы все непростые в той или иной степени, но люди, не ангажированные в политику, гораздо лучше понимают, в какой стране мы оказались. Этих людей, что бы они сейчас ни рассказывали, еще несколько месяцев, несколько лет их снесет история вон. Они совершенно не понимают, они продолжают, в том числе все лидеры нашей президентской гонки, они продолжают вести себя так, как будто бы последних полугода не было. А ведь процессы, которые вскрылись за последние полгода, они назревали гораздо раньше. Они назревали, по сути, 10 лет. И общество действительно стремительно изменилось, особенно после того, как в обществе пролилась и продолжает проливаться кровь. Это невероятно жесткое обновление, в общем-то, для всего общества и для многих людей. И только так называемые политики, которые, по сути, только тем и занимаются, что собой приторговывают и любуются собой, они просто действительно живут в другой реальности. Вот то, что Ангела Меркель сказала по поводу Владимира Путина, мне кажется, относится вообще ко всем... Постсоветским политикам. Не ко всем постсоветским. Мне кажется, что Нурсултан Назарбаев или президент Азербайджана, или лидеры Балтийских стран, они все, в общем-то, более-менее живут в реальности. А вот что касается Украины, что касается России, действительно, эти люди живут в некой своей реальности. И даже не поймут, насколько они, по-всякому-то, украинские, смехотворные. Мне приходилось часто с ними сталкиваться, потому что и на культурных мероприятиях часто присутствуют политики, и часто от них зависит решение какое-то в культурной политике. И ведут они себя постыдно. Они ничего не в состоянии выслушать, они несут одни и те же пустые фразы. Они очень удивляются, когда на них начинаешь повышать голос, и предлагать им помолчать, и лучше послушать, если они в чем-то некомпетентны. Ты представляешь, ты себя не представляешь, а может быть, и представляешь, насколько они меняются в лице и просто совершенно не готовы к элементарному, нормальному общению с профессионалами. Костя, я знаю по твоему фейсбуку, насколько ты болезненно воспринимаешь то, что у нас произошло там с Россией. И даже твоя близкая подруга Аглая Топорова, которая дочь, бывшая от вице коммерсанта, когда он еще тут у нас был, и вообще она известный журналист, известный в том числе и в Киеве, в Украине. Она не так давно покинула Украину, сколько я знаю, уехала назад в Россию. И у вас бывают там такие достаточно резкие дискуссии и на страницах фейсбука тоже. Вот как вообще, каково это, каково это вступать в эти не очень приятные полемики с близкими друзьями, с удивлением убеждаться в том, что люди, которые мы считали людьми, которые нас любят, которые нас понимают, оказалось, что они нас совершенно не любят и не понимают и так далее. Вот как ты переживаешь все эти процессы? Ну, видишь ли, в моей жизни очень мало по-настоящему близких мне людей, и каждым из них я дорожу. Аглая Топорова – человек, которого я знаю много лет, больше десяти лет. Моя кума, я крестил ее ребенка. И мы достаточно жестко можем спорить с ней, не совпадать по поводу ситуации в Украине. С другой стороны, это не повод друг друга возненавидеть, вдруг забыть все те случаи, в которых мы были друг другу интересны, в которых мы друг друга поддерживали. И поэтому я скажу тебе, что как раз у Аглая, как у человека питерской закваски, вообще такой характер задиристый, спорщический. И все эти десять лет мы с ней бесконечно спорили и ругались по поводу тех или иных каких-то интеллектуальных оценок, тех или иных процессов. Но что касается менее близких мне людей, а мне, безусловно, приходилось контактировать с большим количеством людей, связанных с искусством в России, с критикой. Я действительно заметил тенденцию очень странную, что эти люди... Для меня даже это парадоксально, я не знаю, почему так происходит. Вот вся цивилизованность, вся образованность, вся широта взгляда вдруг в какой-то момент совершенно лопнула, рассыпалась. И люди превратились в элементарных шовинизм. Примитивный шовинизм. Примитивный шовинизм, примитивный комплекс людей, которые по-прежнему не могут спокойно жить, не считая кого-то менее полноценным, чем они. И это то, что другие имперские народы счастливым образом преодолели, а для России это остается какой-то болезнью все еще непреодоленной. И ты знаешь, у меня такое впечатление, что российские люди, представители культуры, интеллектуалы, что это какая-то их защитная реакция, по-видимому, то, что доносится до нас о тех процессах, которые происходят в России, о том, что там происходит в СМИ, о тех законах иррациональных, которые там принимаются. Видимо, люди все-таки настолько подавлены и фрустрированы, что они хотя бы в идее некого своего величия, некой своей империи хотят сами для себя получить хоть какую-то сатисфакцию. Грубо говоря, они не хотят признать того, что их снова превращают в рабов и в крепостных. Ну да, в этом есть очень много страхов, вот в этой общественной реакции. А я вот как раз, когда здесь последний раз был Марат Гельман, на этом конгрессе, мы с ним, знаешь, о чем вы говорили? Я вам задавала вопрос, он со мной не согласился, мне интересно, согласишь ли ты. У меня есть такое впечатление, что вот эти последние события последнего года, особенно в России, то, что происходит с законами, в СМИ и так далее, то, что ты перечислил, каким-то непостижимым образом прекратило то, что называется воспроизводство культуры. А ничего не происходит. Ну почему? Происходят какие-то помпезные мероприятия. Ну это же не воспроизводство культуры, это же другие истории. А вот там в живой ткани, да, там новые интересные фильмы, новые интересные книги, там еще что-то, еще что-то. А почему же? Нет, я не сказал бы. Я бы так все-таки не обобщал, потому что, например, появившийся сравнительно недавно фильм Германа по книжке «Трудно быть богом» Стругацких, при том, что терпеть я не могу Стругацких и вообще не понимаю, как что-то можно... Ну, Костя, ну Герман умер вот когда, я ищусь, год назад. Это же недавно появился, это плод, десятилетняя работа, когда... Ну, это, строго говоря, мы не можем отнести к этому периоду производства этого фильма. Существует сильное и интересное визуальное искусство российское. Существует, я уверен, существует интересная литература, так или иначе. Я бы так просто не упрощал бы такие вещи. Другое дело, что настроение, вот эти уропатриотические настроения и стремление людей... Ведь мыслящий человек, назовем его интеллектуал, интеллигент, как угодно, он, как правило, в оппозиции любой власти. Человек-мыслящий не может полностью принять ни одну власть. Ну да, ну да, вот это вот облизывание власти, мне кажется, это неприлично для любого художника. Главное, что странно, что это в огромном количестве делают люди в Фейсбуке, еще в каких-то заявлениях, когда у них даже не спрашивают, их об этом не просят, им ничего не угрожает, им за это даже не платят, но они почему-то спешат сообщить какую-то свою патриотическую позицию. Продемонстрировать лояльность. И какое количество постов сейчас образованные россияне пишут об Украине, такое впечатление, что в их стране вообще жизнь закончилась, что ничего кроме Украины не существует. Они только и обсуждают каждый день, изо дня в день, то, что происходит в Украине. Но это большая какая-то родовая травма вообще на самом деле. Вот реакция общества на события в Украине, российского общества, мне кажется, это какие-то глубинные вещи, которые там были присыпаны пудрой и хлоркой до какого-то момента, и сейчас просто этот нарыв скрылся, потому что... Сама система формирования Российской империи, она очень специфическая по сравнению с другими империями мира. Она очень странная, потому что, если очень упрощать, существует два процесса создания империи, два сценария колонизации. Западная, вот допустим, как поступала Римская империя и вплоть до Британской империи. Это создание колоний, которые не поглощаются метрополией, в которых вводится как бы правление, но правление со стороны. Существует метрополия, существует, допустим, Рим, и существуют колонизированные им территории. Существует Британия и существуют ее колонии. Никогда Индия не объявлялась Великобританией. Была Великобритания и была Индия, которая была ее колонией. Есть другой путь. Это путь азиатский, это путь степной, так, как создавал империю Чингисхан. Он действительно поглощал все территории, которые рядом видел, но империя Чингисхана была абсолютно веротерпимой. Яса Чингисхана признавала абсолютно все религии, не признавала никакой разницы между народами, и на самом деле в ней была невероятная закваска на вот такой национальной, этнической и религиозной толерантности. Российская империя – это некий странный вот такой тянетолкай, которая все в себя вбирает по принципам империи Чингисхана, не создает колонии, а просто поглощает территории. И вместе с тем, вместо того, чтобы принимать эти территории такими, какие они есть, начинает навязывать свои стереотипы культурные, свою православную церковь, еще какие-то вещи, а по сути, не проявляя никакой терпимости к различиям национальным, этническим, религиозным. Таким образом, они носят свою смерть внутри себя. Ну, это просто действительно, ведь эта страна в самом деле находится и в Европе, и в Азии. Это совершенно уникальное явление, то, чем собой является Россия. И нужно сказать, что в том, что касается культуры, безусловно, Россия – одна из стран, величайшая культура, высокая культура, таких стран действительно мало, которые повлияли на современную цивилизацию, продолжают влиять. Другое дело, что Россия, вот из-за этого своего имперского сценария, заложенного в нее, она постоянно сопредельные народы и территории, которые к ней, в общем-то, лояльны и хорошо относятся, ставит ситуацию невероятной травмы своим насилием, требуя в ответ почему-то любви. И одну за другой Россия теряет эти территории, потому что танки в Праге, потому что зарезанные штык-ножами люди на телевышке в Вильнюсе, потому что растерзанная Грузия – это все народы, которые по своей природе, они хорошо относились к России и к россиян, так же, как и мы. Ведь вспомни, когда были чеченские войны, мы переживали, когда случался Беслан, когда случился Норд-Ост, в Украине люди плакали. Мы никогда не могли бы представить, что когда начнет проливаться кровь у нас, те люди, которых мы действительно считали братьями, так или иначе, при всех различиях, будут злорадствовать, и что они, этот наш брат, нанесет нам удар самым подлым образом в момент, когда правительство не сформировано, когда мы только пережили Майдан, когда страна только выдохнула первую пролившуюся кровь. И в тот же момент, когда в Украине еще не было главы Генштаба, который мог бы дать хоть какой бы то ни был приказ, Россия аннексирует Крым. Но это знаешь, с чем сравнивало? Это вот когда человек больной выходит из больницы, он еще слабый, он еще еле шатается в ногах, в это время выходит из подбородника губник, и бьют его там куском трубы по голове, понимаешь? Этот человек не может просто даже сопротивляться. И они поступили именно так. А по твоим прогнозам, чем закончится вся эта история? История, по сути, знаешь, самая-самая простая. Мы живем в великое время. Мы живем во время, когда творится история. Но не в первый раз, Наташа. На самом деле, видишь, мы и входили в это время, мы входили в свою жизнь, когда тоже творилась история, когда развалился Советский Союз на глазах у нас. Это для многих людей, для миллионов людей, это было крушением целой цивилизации. Более того, не только в Советском Союзе, для многих людей в мире, которые верили в этот модернистский проект, это тоже было крушение в момент определенной фрустрации. И 90-е годы сопровождали нищета, бандитизм, бог знает что. Однако это мы пережили. Но, видишь, вот это знаменитое время перемен, оно, видимо, когда начинается, на протяжении жизни нескольких поколений, вот и не заканчивается. То есть мы прожили много кризисов сложнейших. Мы прожили и дефолт в 98-м году, Киренковский, и Украину без кучмы, и 2004-й год. И сейчас снова все. То есть мы обходим сейчас в затяжную фазу, с твоей точки зрения. А может быть, эта фаза просто продолжается. Может быть, это просто продолжается. Мне кажется, что это все еще продолжение конкурсий, развала, и не только Советского Союза. Потому что Советский Союз был продолжением той Российской империи. Это все еще фазы, вот те, которые начались еще, может быть, с Первой мировой войной. Костя, что ты думаешь о судьбе искусства вообще в принципе? Некоторое предрекает близкую смерть книги, некоторые предрекают смерть еще чего-то. Но то, что роль искусства в жизни человека, она становится такой маркетингово-утилитарной, это совершенно очевидно. Люди больше не хотят думать, люди больше не хотят... Люди хотят потреблять. Вот знаешь, кушать. Видно, как по потреблению кино это, по потреблению литературы, видно, что пользуются успехом. В журналистике еще многие мои коллеги хотят уходить из профессии, потому что они говорят, что журналистика потребителю нужна, да, только в той части, в которой она там, ну, окрашена в желтые цвета. И так далее. Каждый выбирает сам, понимаешь? Люди могут хотеть... Это как инвестиции, быстрые и долгие. Если журналист или писатель, или художник хочет очень быстрого успеха, он должен потакать толпе. Если человек все-таки заинтересован в развитии себя и искренне верит в свое дело, он никому потакать не будет. Достаточно долгое время я не работал и не сотрудничал с медиа, потому что для меня эта ситуация исчерпалась. Но сейчас, допустим, на определенном этапе, с этим предложением от радио, хотя я никогда раньше не работал на радио, на этом этапе пришло мое время. Не знаю, сколько продлится оно, год или несколько, но в данном случае я могу делать то, что я хочу и считаю нужным. Я совершенно при этом... Меня не интересует ни желтизна, ни рейтинг, ни то, кто похвалит меня, кто поймет и кто нет. Я очень рад, что я могу предоставить возможность высказаться в том числе писателям, философам, художникам, между прочим, ученым, которых в Украине достаточно много. И пусть мало людей это будут слушать, но те, которые будут слушать, они не зря будут это делать. То же самое в искусстве и во всем. Да, есть потребители всего, но это снова-таки миф какой-то. Это такой миф из диких 90-х, когда нас учили фразе «продавай себя, умей себя продать». Что давайте мы напечем пирожков, и, конечно, мы их быстрее продадим, чем инфуагра. Но разве ты станешь возражать против... Ну, совершенно очевидно, что абсолютное большинство человечества спокойно живет без всякого искусства. Так было всегда. С, там, я не знаю, с гаджетом в руках и заначкой в тумбочке. Ну, а в чем здесь новость? Раньше эти люди жили не с гаджетом в руках, а с чем-нибудь другим в руках. Так, может быть, значение искусства вообще как бы в жизни человечество преувеличено? Нет, конечно же, не преувеличено. Искусство изменяет жизнь. Искусство во многом многие вещи предугадывает. И то, что рождается на территории искусства, спустя десятилетия, иногда и столетия только доходит до человечества. Сейчас в мобильных телефонах люди загружают себе мелодии Баха. А когда Бах в 18 веке, собственно, работал как композитор, он был очень малоизвестен. Главным композитором 18 века был вообще Георг Фридрих Гендель. Баха никто и не вспоминал. Баха открыли фактически в 19 веке. Открыли как высокое искусство. Сейчас мелодии Баха в мобильном телефоне. Вот как искусство, как бы из зародившегося и неузнанного, через момент высокого, приходит просто в повседневную жизнь. Ее каким-то образом изменяет. Оно по-другим... Как бы, понимаешь, искусство требует очень серьезной отдаленности, для того, чтобы понять, что это такое. Поэтому сегодня можно судить по рейтингам, что продается дороже, что продается дешевле. Для истории искусства это ничего не значит. Какие люди или события с последнего года оказали на тебя воздействие? О, ты знаешь, за последний год было... Наверное, все-таки наибольшее воздействие оказали события, которые происходили на Майдане. Причем это были невероятно очень драматичные переживания. Потому что, конечно, все мы помним прекрасно с детства, как мы даже хихикали над тостами наших бабушек о том, что лишь бы не было войны. Никто из нас не мог поверить, что кровь может проливаться не где-то там, а в Киеве, на соседней улице. Ну да, одно дело видеться в кино или читать в книгах, а другое дело видеть перед собой труп. Вот. И, конечно, переломным моментом для меня, при том, что я очень скептически первоначально относился к Майдану, потому что я прекрасно понимаю, что международные соглашения о вступлении или не вступлении в тот или иной союз на Майданах не подписываются. Поэтому я не пылал особым каким-то энтузиазмом по поводу начала нашего Майдана, тем более, что прекрасно помню Майдан 2004 года. Я достаточно искренне тогда к нему отнесся, хотя меня совершенно не интересовал Ющенко, если честно. Меня интересовало право на собственное достоинство и мое право выбирать. В данном случае я, как человек образованный, понимал, что немедленное подписание Ассоциации Съезд не было возможно на тот момент. Так или иначе. В силу совершенно разных причин. В том числе в силу давления России. Но мы не можем отрезать себя от карты, не можем превратиться в плавающий остров и отплыть от берегов России. Мы все равно находимся рядом с этой страной. Хороший, плохой, любимый, ужасный. Это нужно учитывать, нужно быть реалистом. Но вот когда на Майдане пролилась кровь, конечно, отношение категорически изменилось. И это была та черта, которую перешла власть, и которой в самом деле Украина не переживала и не видела со времен Второй мировой войны и партизанского движения. В этом россиянам трудно нас понять, потому что в России постоянно происходит та или иная война. После Афганистана... Ну да, они воюют постоянно. После Афганистана... Чечня. Чечня, советские войска в Карабахе... Грузия. Да, Грузия. Ситуация кровопускания, она... Органично для них. Органично для государства России. Вспомни только за всю историю Российской империи был только один глава государства, при котором не было военных конфликтов. Александр Третий. Он был прозван миротворцем. Любой другой правитель России обязательно сталкивался с тем или иным кровопролитием. Мы жили довольно много лет без войны и без крови. И может быть, сейчас мы действительно заплатили и продолжаем платить какую-то историческую цену за то, что мы были слишком беспечны. Украина действительно территория очень... Ну, по сути, по природе своей демократичная. Территория свободы. Здесь, в общем-то, исторически, за исключением того времени, когда мы входили в состав Российской империи, здесь исторически не было абсолютной власти. Никогда и ни у кого. Начиная от Киевской Руси, когда князья избирались, они просто наследовали престол. И далее. Польские короли избирались, гетманы избирались, избирались крымские ханы. Это территория как бы естественной демократии. На определенное количество времени, начиная вот с пакта Богдана Хмельницкого, который был иначе истрактован потом в Москве, чем первоначально задумывалось, и заканчивая развалом Советского Союза, здесь была жесткая власть, которую, по сути, тоже никогда не любили. Ну, в Украине не любят власть. Понимаешь, вот эта территория демократии... В отличие от России, для которой власть сакральная всегда была. Да, да. Но, с другой стороны, понимаешь, любая свобода, как в том числе и свобода слова, это очень опасная и непростая категория. Когда сейчас призывают запретить те или иные передачи, закрыть те или иные каналы, по-настоящему это нарушение свободы слова. И... А военное время? Военное время... Понимаешь, ну, тут нужно все-таки... Каковы наши ценности? За что люди погибали на Майдане? Люди погибали на Майдане, поверь мне, за свою свободу и право уважать себя. А вовсе не только за абстрактные понятия нации или чего-нибудь подобного. Украинцам нужна их свобода. И если мы начнем действовать так же, как действует Путин, зачем нам ему противостоять? Может, лучше слиться в экстазе тоталитарном тогда или авторитарном? Вот... За что... Что не любили в Януковиче? То, что он, хуже Кучмы, начал подавлять элементарные свободы граждан, свободу собраний, свободу слова. Это то, чего не прощали Кучме, и то, что еще более уродливо делал Янукович, и что не простили ему. Здесь дух свободы для людей очень важен и очень значим. Но нужно при этом понимать, что такая любовь к свободе очень часто вредит возможности создать сильное государство. Просто нужно это понимать, что мы... Что в тех ценностях, которые заложены в нашу ментальность, нам действительно довольно сложно выживать. Костя, последний вопрос. К сожалению, нам нужно закругляться, к сожалению, подчеркиваю. Если бы я тебя спросила, Костя, на что ты потратил полжизни? Ты бы что сказал? На себя. И остальную половину тоже потрачу на себя. Это лучшая инвестиция. Ну что ж... И самое интересное занятие. Мы очень долго, как мне кажется, несколько десятилетий давали в этой стране слово тем людям, у которых были деньги. И вот чем это закончилось. Мне кажется, наступило время, когда мы должны дать слово интеллектуалам. Это будет полезно для нас, для всех. Спасибо большое за разговор. Спасибо.